Здравствуйте! Вы смотрите «Давичи». Меня зовут Светлана Калышницына. И в начале выпуска коротко о его главных темах. Проверили и пообещали контролировать чистоту. Чиновники осмотрели городские крыши. Конечно, там установлены снегозаградители, которые не позволят резко схода снега не допустить. Это создание возможности для граждан реализации собственных инициатив. Обсудить проблемы и предложить идеи для кировчан заработал новый интернет-портал. Наши левские ребята охраняем мавзолеи, резиденцию президента России. Высокий рост и славянская внешность. Что еще нужно для воинской службы в Кремле? Кировские чиновники и представители управляющих компаний начали проверку городских крыш. Обещают, от схода ледяных глыб в этом году ни один человек не пострадает. Принимать соответствующие меры начали уже сейчас в Нововятском районе. Какие именно, знает Дмитрий Житарчук. Конечно, там установлены уже снегозаградители, которые не позволят резко схода снега не допустят. Не снимая с себя ответственности, об ответственности других лиц за сход льдин с крыш, городских домов, глава Навиатского теруправления Геннадий Плехов сегодня много говорил. С журналистами прошелся по центральным улицам района. У всего есть, по мнению Плехова, хозяин. Вот он и должен отвечать за собственность свою. Вот, к примеру, дом на балконе козырек. Думать о безопасности пешеходов следует в этом случае прежде всего владельцу балкона. По сути дела, вот сделанный козырек вот такой, вот если мы посмотрим направо, вот он на втором этаже. Вообще-то, он установлен незаконно, без согласования, он не должен быть. И, по сути дела, всю ответственность, вплоть до уголовной, я считаю, несет владелец этого установленного козырка. Он должен за ним следить. За крышу дома, если управляет им не ТСЖ, отвечать должна управляющая компания. Коммунальщики должны позаботиться об ограждении на крыше и ее чистоте. Представители управляющей компании, кстати, на прогулку с главой района тоже вышли. Показали у них все как нужно. Таблички с предупреждением об опасности схода снега повсюду. Где опасно гулять, проход уже закрыт. И крыши домов обещают чистить зимой регулярно. И узнает об этом заранее в этом году каждый владелец авто. Будет происходить автообзвон жителей о том, что в такие-то часы, в такой-то даты, будет автоинформатор обзванивать жителей, у кого есть автомобили, чтобы помогли и очистили территорию перед домом, где будет происходить чистка. Другими словами, работать планируют коммунальщики, что называется, на опережение. Не будут ждать, пока рухнет с крыши лед. Он, как видно, на этих кадрах еще держится. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов, Бюро новостей «Давича». Решать проблемы вместе, а также воплощать в жизнь различные полезные задумки. В Кирове начал работать специальный интернет-портал. Все просьбы и пожелания с этого сайта будут направляться прямиком к чиновникам. По крайней мере, на это надеются создатели сайта, члены общественной палаты. Как воспользоваться новым ресурсом? Об этом наш следующий сюжет. Отсутствие горячей воды или разбитой дороги. На новом сайте «Вместе Киров» жители региона пока оставляют по большей части жалобы. За два месяца работы в архивах интернет-портала уже накопилось полсотни проблем разного масштаба. Это создание возможности для граждан реализации собственных инициатив. И даже, скажем, больше определенного участия в управлении. По мнению создателей сайта, кировчане должны не только оставлять жалобы, но и сами предлагать пути решения проблем, а также делиться инициативами. К примеру, один житель города предложил не устанавливать больше в Кирове арт-объекты, не тратить на это деньги. Если инициатива соберет больше 5000 подписей, то о ней сообщат чиновникам. Акцентирует внимание, что 5000 действительно много. Если какая-то инициатива столько набирает, я считаю, что мы, наверное, плохо в этом направлении работаем. Для обеспечения сайта работает целая команда специалистов. Именно они при получении жалоб и предложений передают их ответственным чиновникам. Функции контроля за выполнением решений члены общественной палаты возлагают на себя. И каждая из комиссий, естественно, будет, я уверен, отслеживать предложения, инициативы, проблемы на этом сайте и будет брать их в свою текущую работу. Сейчас сайт работает в тестовом режиме. Но совсем скоро, уверяют его создатели, жители области увидят реальные результаты. Никита Тузов, Николай Шахарбеев, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давичи. Новым сайтом уже воспользовались жители микрорайона Ленгасова. Они написали жалобу о том, что до сих пор остаются без холодной воды. Сейчас проблема находится на контроле городских властей. Чтобы ресурс в Ленгасово появился, было принято решение установить на реке дополнительный водонасос. Его производительность 50 кубометров в час. Напомним, воды в микрорайоне Ленгасово нет больше недели. Как объяснил начальник управления ЖКХ Андрей Кошурников, по Быстрице, а оттуда идет водоснабжение Ленгасова, сейчас плывет шуга, это мелкий рыхлый лед, и он забивает водозаборное оборудование. Пока новый насос не заработает, воду можно набирать у пожарных колонок в утренние и вечерние часы. Отмечу, оборудование специалисты начали устанавливать накануне вечером. Часть насосного оборудования уже установлена и работает. Это два насоса, дающие по 60 кубов. И сейчас ведется работа по монтированию еще одного дополнительного оборудования насоса. Сейчас ведется монтаж этого труборода. Кроме того, надо станцию поставить таким образом, чтобы станция могла работать. Поскольку это передвижное оборудование, поставить ее как можно ближе к реке, чтобы она еще не утонула. Поскольку оборудование дорогостоящие. На проблемы сетуют и жители Вязких Полян. Посетители городской больницы недовольны, что лестницы на крыльце медицинского учреждения никто не честит. А еще вдоль ступенек нет перил. Подробности далее. Николай Петрович инвалид. И практически каждый день он посещает городскую клинику. У лечебного учреждения есть два входа. Но, рассказывает Николай, ему удобнее пользоваться тем, что с улицы Урицкого. Правда, с наступлением холодов подняться по ступенькам крыльца стало практически невозможно. Опасно ходить по этим ступенькам. Зимой никто не чистит эти ступеньки. А вот хотелось бы хоть эти перилы установили или как поручни называются. Ежедневно по этой лестнице спускаются и поднимаются десятки жителей Вязких Полян. Не раз люди обращались к руководству больницы, чтобы те приняли меры и установили вдоль ступенек перила. Но сотрудники медучреждения считают, что ремонт крыльца может подождать. Я думаю, что тут уже конец года. Я думаю, что в ближайшее время, ну уже, наверное, скорее в следующем году мы устраним эту проблему. А пока проблему не устранят жителям Вязких Полян, рекомендовали пользоваться другим входом в больницу с улицы Гагарина. Главой городского департамента образования стал Александр Петрицкий. До этого чиновник замещал бывшего главу ведомства Владимира Кодочегова. А после того, как Кодочегов ушел с поста, его обязанности исполнял как раз Александр Львович. На работе в системе образования Петрицкий также занимал руководящие посты на разных предприятиях города, например, на шинном заводе. Поэтому опыт решения сложных задач у Петрицкого имеется, отметил глава администрации города Александр Перескоков, который и подписал сегодня распоряжение о назначении. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Прокуроры напомнили властям двух поселений области о правилах оплаты капитального ремонта. В Верхошижемском районе жильцы, которые арендуют муниципальные квартиры, сами платили взносы на капремонт. Подобные нарушения были выявлены в Верхошижеме и в Пунгинском сельском поселении. Делать взносы в рамках программы должны владельцы квартир. В данном случае это как раз администрации, которые свои обязанности переложили на арендаторов. Сейчас прокуроры попросили чиновников исправить ситуацию. В УЗИ построят завод по производству бруса. На это потребуется 437 миллионов рублей. Проект уже включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Строительство начнется уже в этом году и закончится через три года. Помимо клееного бруса там будут производиться элементы для строительства домов, пиломатериалы и топливная щепа. На новом производстве создадут около 200 рабочих мест. Музыкантов Кирова приглашают принять участие в «Хрустальном орфее». Международный конкурс-фестиваль пройдет в нашем городе с 15 по 17 января. В нем, как планируют организаторы, выступят музыканты, которые играют на разных видах инструментов. Также ожидаются выступления солистов и хоров. По условиям фестиваля выступающим должно быть не больше 18 лет. Заявки на участие принимаются только до конца ноября. Сейчас мы ненадолго прервемся. Вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Раскрыли и привлекли к ответственности. В Кирове подвели итоги операции МАК-2015. Высокий рост и славянская внешность. Кировчане отправились на службу в президентский полк. Сложные элементы и красивые комбинации. В городе стартовали соревнования по спортивной акробатике. Это «Давичи», продолжаем выпуск. Более 200 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в этом году было раскрыто в нашей области. Эти цифры сегодня озвучили специалисты, когда подводили итоги ежегодной профилактической операции МАК-2015. Она проходила в два этапа. Первый был направлен на то, чтобы выявить и уничтожить незаконные посевы конопли, мака и других наркотических растений. В ходе второго этапа был перекрыт один канал поступления запрещенных средств. Во время операции у правонарушителей было изъято более 43 килограммов наркотиков. 78 граждан привлекли к уголовной ответственности. Управлением организовано проведение предупредительно-профилактической работы с населением, в том числе с владельцами земельных участков. Проведено 62 собрания. Доведена информация об уголовной ответственности, связанности с законом выращивания наркосодержащих растений. Рост 180 сантиметров, вес 70 килограммов, славянская внешность, идеальное зрение и отсутствие татуировок. Именно так должен выглядеть воин-кремлевец. В Кировской области под эти критерии попали 10 призывников. Сегодня вечером их отправили на службу в президентский полк. Но вначале устроили торжественные проводы, что подарил губернатор кремлевским призывникам. И готовы ли сами ребята к службе в армии, узнала Ксения Фрик. С троевым шагом призывники поднимаются на сцену. Но уже скоро эти молодые люди будут стоять у стен Кремля. Служба в президентском полку это почетно, признают военнослужащие. Чистить картошку на всю роту кремлевцам вряд ли придется. Наши вязкие ребята охраняют мавзолеи, резиденцию президента России в Нового Огарева, аэропорт в Нуково и различные другие объекты Кремля, а также несут службу в почетных караулах, встречают иностранные делегации. Командирские часы с памятной надписью каждому призывнику вручил лично губернатор области. Это уже традиция. Попасть на службу в президентский полк это действительно честь, рассказывают кировские ребята. В этом году в военкомат отобрал со всей области только 10 человек. Я как бы знал, что я пойду изначально в элитные войска. У меня уже давно достаточно хорошее здоровье, я увлекаюсь спортом. Каждый мужчина должен услужить в армии. Для жизни пригодится лучше. Самостоятельнее стать. Танец ВДВшников в подарок призывникам подготовил коллектив «Авиатский сувенир». Правда, сами танцоры в армии никогда не служили. Торжественный концерт, посвященный Дню призывника, продолжался больше часа. И уже вечером молодые люди отправились служить в столицу. Больше трехсот спортсменов поборются за право стать лучшими. В Кирове стартовал чемпионат России по спортивной акробатике. Сегодня прошла церемония открытия и даже первое выступление. Соревнования будут длиться пять дней. Победителей в личном и командном зачетах наградят в субботу, 22 ноября. Как отметили в Министерстве спорта Кировской области, зрителей ждут зрелищные выступления, сложные элементы и красивые комбинации. Увидеть выступления спортсменов можно в детской и юношеской спортивной школе номер один на улице Солнечная, 25 В. Также организаторы отметили право провести чемпионат среди команд. Вятская земля получила впервые за несколько лет. Еще одни соревнования, но уже по волейболу стартовали сегодня в Кирове. Речь идет о полуфинале Кубка студенческой волейбольной лиги среди девушек. Участие в соревнованиях принимают шесть команд. Это сильнейшие студенческие клубы из вузов нескольких регионов страны. Кирова, Перми, Ижевска, Сыктывкара и Калининграда. Игры будут длиться до 22 ноября. Лучшая команда отправится на финал Кубка студенческой волейбольной лиги. Он пройдет 19 декабря в Саратове. И это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Напомню, что вы можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию «Дайвича» по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Калышницына. До свидания. Генеральный партнер Бюро новостей «Дайвича» – официальный гиллер «Фольксваген ТСК Мотор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова